Лариса, очень рада, что мы с тобой наконец-то встретились и осуществляем нашу главную мечту. Это помочь большому числу людей, которые столкнулись с таким, наверное, на сегодняшний день частым заболеванием, как онкология. И ты прекрасно выглядишь. Ты просто вообще молодчина, супер. Я знаю, что у тебя это заболевание уже год ему, но заболевание причем не такое уже и простое. Мне хочется, чтобы ты сказала, какой у тебя диагноз и с чего у тебя началось знакомство с сибирским здоровьем. Я знаю, что с меня началось, но а дальше как оно продолжилось. В общем, расскажи нам. Ну да, когда человек слышит диагноз рак или онкология, он теряется. Конечно, так же растерялась и я, потому что это непростое заболевание, тем более у меня четвертая стадия. Раньше с четвертой стадии даже врачей не брали за лечение. Сейчас все возможно. Я сразу же обратилась в компанию «Сибирское здоровье». Но я уже была с ней знакома, потому что я на протяжении длительного времени принимала такой препарат, как «Новамин». И пила его по четыре капсулы, ну, чтобы не заболеть гриппом или какие-то простудные заболевания. И в момент химиотерапии никакие препараты принимать нельзя. Я пошла к своему лечащему онкологу и спросила, можно ли мне принимать «Новамин». Мой онколог сказал, что не только можно, но и нужно. Единственный препарат, который можно применять во время химиотерапии – это «Новамин». И онкологи Иркутска о нем очень хорошо наслышаны. И поскольку капсул ты принимала этот «Новамин» вот в течение уже, получается, 9 месяцев, да? Да. Я принимала по 8-10 капсул. И до сих пор принимаешь? Да, я принимаю до сих пор этот препарат. Потому что я спросила у своего онколога, скажите, пожалуйста, на сколько можно мне так, на каком протяжении времени принимать? Она сказала, при нашем заболевании «Новамин» принимают пожизненно. Скажи, Лариса, вот я много сталкиваюсь с людьми в рассказе о «Новамине». Я всегда говорю о том, что это мощнейшая профилактика онкологии. Ну а если случилось уже такое заболевание, то он просто не дает развиваться метастазом. На что мне всегда говорят? Но если он такой хороший, почему так много людей умирает от рака? Вот скажи мне, что ты в этот момент можешь ответить? Я понимаю это так. Дело в том, что в этот продукт нужно верить. Это первое. Второе. Его не по одной капсуле нужно принимать, а включить в свой рацион ежедневно. По 8-10 капсул. И вот многие говорят, что... Ну я знаю, что и у тебя вот девчонка есть, которую ты порекомендовала. Говорят о том, что ну вот у меня нет денег. Что вот в этот момент хочется сказать. Он стоит 650 рублей. Я считаю, что когда идет со здоровьем, какие-то проблемы идут, то здесь никакие ценности другие не помогут. Как это правильно сказать? Ничего тебя в этот момент приобретения каких-то новых вещей или каких-то в дом вещей, это нужно отложить. И в этот момент нужно обязательно поддержать организм свой витаминами, которые действительно помогают. То есть он тебе действительно же помог во время химиотерапии, да? Ты видимо же чувствовала себя. Да, это видели мои соседи по палате. Потому что новомин у меня всегда стоял на тумбочке. И они мне всегда задавали вопросы. Я рассказывала им об этом препарате. И они тоже его попробовали на себе. И у них тоже хорошие результаты. Я знаю, что вот у тебя сейчас нет метастаза, да? То есть как бы получается по анализам. И это же уже результат. Но также я знаю, что в момент, когда у тебя проходила вот эти химиотерапии, было очень много побочек. И помню, когда ты мне звонила о том, что у тебя токсичное поражение печени. Вот в этот момент что ты делала? Как ты решала этот вопрос? Да, это правда. Пройдя 4 химиотерапии, у меня произошло токсическое поражение печени. И мой врач-онколог мне прописал такой препарат, как Гептер. Но я не пошла в аптеку. Сейчас объясню почему. Когда перед началом заболевания у меня очень сильно упал гемоглобин. Мне тоже прописали препарат с аптеки железа. Я пропила два стандарта, но результатов не было. Потом, кстати, ты мне подсказала, элем металл с железом. Я пропила его на протяжении двух месяцев по две капсулы. Потому что одна капсула, она идет для либо поддержания, либо никогда гемоглобин сильно падает. Я сдаю анализы, и у меня результат гемоглобин 120, а это норма. И он у меня уже держится на протяжении семи месяцев. Анализы по гемоглобину очень хорошие. У тебя же, я помню, гемоглобин был 70, а сейчас 120. А сейчас 120. И держится в норме всегда после каждой химиотерапии. В момент, когда тебе тоже так же проходила химиотерапия, на какой-то из химиотерапии у тебя отказали ноги. Я еще хотела немножечко вернуться назад. И вот когда мне прописали гептор, я не пошла в аптеку. Я взяла синхровитал четверка для печени. Пропила его в течение двух месяцев, даже меньше, чем два месяца. Сдала анализы, и анализы были тоже очень хорошие. То есть, как бы, и сейчас у тебя синхровитал, ты вот пьешь его еще дополнительно? Да, я поддерживаю, продолжаю поддерживать свою печень, именно синхровитал четверка. Вот так же, я опять вернусь, что у тебя отказали ноги, и в этот момент ты что принимала? Мне сказали, что когда делали химию, сильно вымылся магний из организма. И опять я пила магний компании Сибирское здоровье. У меня все восстановилось. Лариса, ну вот я также знаю, что сейчас ты на протяжении так же 9 месяцев пьешь алимвитал селеном, да? Да, мой онколог сказал, что селен, это самое первое, что необходимо при онкологии, чтобы поддержать организм, как строительный материал. Но я бы вот что хотела сказать. Элимвитал с селеном, это хорошо. Но я думаю, что его нужно принимать даже и здоровым людям, чтобы поддержать свой организм, а не ждать, когда где-то будет пробоина у нас. Ну и вот сейчас ты уже принимаешь, у тебя сейчас пока нет химиотерапии этих 2 месяца, да? Ты принимаешь витогерманию. Да, после того, как я прошла последнюю 8 химиотерапию, мне онколог сказала, будем пить витогерманию. Она сама мне его посоветовала, потому что они наслушаны о нашем продукте. Я взяла, потому что в витогермании содержится такое замечательное вещество, как ресвератрол, который помогает бороться с новообразованиями. Лариса, ты вот сейчас замечательно выглядишь, и судя по всему, ты даже и готова и работать, да? И у тебя очень много энергии. А что бы ты хотела своим знакомым и незнакомым людям с такой проблемой посоветовать? Я бы хотела сказать, чтобы человек, когда услышит о своем вот таком заболевании, он не отчаивался, не терялся. Потому что сейчас существует масса таких витаминов, которые поддержат здоровье. Нужно изменить свое питание, что тоже я сделала. Нам советуют исключить сахар, копчености, жареное. И поэтому сбалансируйте свое питание, принимайте препараты сибирского здоровья, и у вас будет все замечательно. И даже их надо принимать не когда все, там уже проблема, да, а когда все еще. Да, это нужно начинать раньше делать. Спасибо, Ларис.